Палисмассовый кофе, я еду на рынок Я хочу купить там укроп и петрушку, потому что у нас не продают вообще, а там одна женщина продает такими огромными пучками Не надо, для окрошки сына Денис Бензуна любит окрошку, ох, не знаю Для окрошки нужно, а И если вдруг кому интересно, я могу рассказать про то, как мы оформляем документы инвалидность на Дениса в Италии Это еще тот квест, еще та грустная история Вообще столько времени и обвоз и ныне там Почти год мы все это делаем Еще что хочу сказать, знаете, у меня нет такого У меня такой характер дурацкий Я могу кричать только на своих домашних, да, там ругаться, кричать, особенно когда устала Конечно, когда мне пишут, потому что очень итальянский Я очень хочу выучить нормальный итальянский Но у меня все время есть этому оправдание Я то работаю, то у меня нет времени пойти туда А курсы находятся, хотя они бесплатные Находятся, то есть не находятся, а проходят такое время, когда мне совсем неудобно То есть, по-моему, с пяти до семи вечера, когда я работаю Также я очень сильно хочу сдать на права, очень Но я эту крышку, не крышку, книжку открою и закрою Открою и закрою Мне, конечно, нужно Массимо в итальянском помощи Он мне вообще говорит, давай купим права в Украине, как обычно это делается Знаете, ну, мне не хочется Мне хочется сдать нормально права Мне хочется нормально, спокойно ездить С итальянскими правами И не выпендриваться Что еще хочу сказать И еще по поводу, знаете, вот Баданты, небаданты Я скажу, что, да, начала с того, что я могу командовать дома Кричать, ругаться дома На чужих людей, посторонних Я не могу повышать голос Ну, как повышать? Я не могу предъявлять претензии Вот если у нас была женщина, которая, ну, в общем-то, я руководила И, да, скажем, не командовала Я не командовать только дома умею И я пыталась ей объяснить, что нужно делать Но, знаете, бывают такие люди, которые категорически не хотят Если она знает, что она всего лишь месяц проработает Потом она, знаете, как может не умеет человек чего-то делать Так как я вижу это, да Опять же, такие все убирают по-разному Одни убирают хорошо, другие убирать не очень И вот приходится, как говорится, все делать Мне проще переделать самой, чем с кем-то спорить И доказывать свою правоту в словах Я быстро все переделаю, все сделаю как мне удобно Как я считаю чисто Опять же, каждый человек считает по-своему Ну, вот Такой у меня пильный характер Давайте продолжим Масима у меня не такой Сейчас вспомнил Он на меня кричать не будет, но на всех вокруг он командир Он командир, начальник, он на работе начальник И в жизни он начальник Он мне говорит там, давай я поговорю Давай я Я говорю, не надо Он, ты со своей деликатностью ничего не добьешься Я на рынке Приехала на рынок Потому что Масима меня поздно привез В 9 утра Рынок уже все работает Не знаю, здесь на рынке только кроссовки Я вижу, у меня было Тут вообще не поняла, что это за марка У меня ничего не написано Тут они уже, да? Ну да Кроссовки, кроссовки Болинсиагу 38 размер Смотрите, да, да Скажите, как определить настоящую Болинсиагу От ненастоящей Я не знаю Вот по кроссовкам точно не могу определить Был бы мой размер Я бы себе взяла Ну а так Если они не настоящие Кому я их продам Вот странно У них где не написано А на подошве здесь написано, что это брат Вот сюда я приехала Видите, какая здесь красота Все зеленое Такое я хочу В challenged Отечество В таком случае В интерьере В интерьере В интерьере В интерьере Те В интерьере Субтитры сделал DimaTorzok 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 Купила DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Купила DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Схожу за лимоном Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другой 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 Друг запечатанную и два пакета вот таких то есть получается 86 пакетов все здесь 30 штук по сути ну и хватает при спамом упаковке до 30 и хватает почти на месяц ну когда бывает два раза меняешь в день ну в основном как-то так вот такую кровать ей тоже привезли она застегивается видите сына с другой стороны это все привезли служба врачи и конечно приходит медсестры две медсестры приходят два раза в неделю и меняют купают моют и голову все все делают и еще одна медсестра приходит по утрам три раза в неделю тоже ее меняет и смотрит на ее состояние здоровья это все бесплатно это патронажные медсестры ну как я так понимаю то есть от государства буквально пару минуточек сейчас буду готовить ужинать и знаете меня что раздражает в италии еще очень сильно конечно по мне работает такая фраза до родился там из воды вся очень сильно я поняла что конечно гораздо проще привыкать молодому молодом возрасте когда ты подросток или когда ты юноша или девушка тогда привыкать проще вот например моей полине вообще просто мне тяжеловато ну во первых я говорила уже за климата меня я не люблю климат я не люблю жуткую жару я не люблю пронизли пронизлевый холод но еще мне что знаете раздражает вот кажется сентябрь да должно быть куча помидор как у нас я помню в украине помидоры вот эти маленькие огурчики замечательные сладкие их всегда полным ну полным-полно все за в сезон можно было купить и газа гораздо очень дешево укроп укроп здесь вообще наверх золото я езжу повторюсь только вот в это место я могу купить там укроп петрушка правда есть потому что они употребляют с морепродуктами часто но я взяла на всякий пожарный пусть будет а вот укроп это проблема и огурцы тоже у них тут такие знаете знаете огурцы блин я не знаю где них выращивают я не знаю как они их выращивают но маленьких огурцов здесь никогда не видела сегодня мне повезло я купила полу маленькие огурцы более-менее приличные вкусные домашние такие знаете пупырчатые я этому очень обрадовалась что еще думала возьму еще помидор как будет как раз сезон думаю по 90 копеек 99 копеек за килограмм возьму еще пару-тройку килограмм закрою пару баночек пока есть укропчик свежий закрою себя пару баночек помидор не тут-то было ребята но это издевательство просто осень сентябрь месяц как раз время помидор помидоры по 250 нашла классные помидорки бычий бычье сердце или бычий как он называется 5 евро килограмм я короче покрутилась потопталась и сказала все завтра пойду пойду тут наш меркотина если конечно будут помидоры дешевые я возьму если нет ну значит нет у меня там две банки всего закрыты я там ладно по одной закрывала значит будет только так вообще дикость дикость конечно меня это раздражает и последнее время как-то фрукты вообще невкусные пила груши сегодня не как трава но сливы еще более-менее вот сливы здесь мне нравится потом что персики не не знаю это вообще не что не специально зеленым срывают или масть почему такие такие фрукты вот клубника малины вообще нет ничего такого нет никакой смородины вообще я не говорю я помню у меня на даче миллион кустов вечно смородины там ведро смородины красный виду смородины черный малина постоянно у нас было клубники постоянно нас было вагоны маленькая тележка мы ее и закрывали перекручивали сок закрывали и малина постоянно у меня было и мороженое и перемороженное и всякое 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 здесь вообще клубника как-то в этом году вообще были дожди клубника была паршивая единственно что я закрыла буквально три баночки черешни вишни здесь вообще нет и меня это жутко раздражает знаете мне казалось италия должно быть все в избытке нет чукория шпинат салат это у них много этого сладкий перец баклажаны и кабачки этого тоже много а вот именно фруктов фрукты до боско это вообще на вес золота они стоят в супермаркетах о таких крошечных баночках по два с половиной евро вот это вот меня конечно не очень радует поделилась как это плакала идем дальше на этом все сегодня всем удачи хорошего настроения до встречи пока